Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас мы добрались до мемориала, который символизирует победу Советской Армии в Великой Отечественной войне. Вот там даже видны даты. 41-й, 45-й год. По бокам скульптуры. Ну, в общем-то, вы все видите сами. Сейчас мы находимся возле Рижского музея железнодорожного транспорта. Вот он за моей стеной. Наверное, мы внутрь не пойдем, но тут есть небольшая экспозиция на улице. Мы подойдем и посмотрим, что тут есть интересного. Кстати говоря, если вы помните, в Минске когда-то ездили такие оранжевые или желтые трамвайчики, то, в принципе, это были Рижские трамвайчики. И даже сейчас они здесь ездят. И, в принципе, возможно, даже здесь мы что-то потом увидим. Рижские трамвайчики. Конкретно здесь пока что трамвайчиков, к сожалению, мы не увидели. Возможно, они есть внутри где-то. А здесь на улице находятся железнодорожные составы, паровозы, вагоны. В некотором смысле Рига тоже может быть городом контрастов. Перейдя с одной стороны речки, на которой находится старый город, на другую сторону. И вот здесь мы можем видеть здание такого советского образца. Серовато-таки грязноватые. Вот. Советское наследие. Ладвийская национальная библиотека. Ладвийская национальная библиотека. Ладвийская национальная библиотека. Мы продолжаем гулять по Риге. За мной где-то вот там вот виднеется, я так понимаю, Академия наук. Вот там вот Домский собор, Агликанская церковь и куча других интересных достопримечательностей, к которым мы обязательно подойдем. Академия национальная библиотека. Академия национальная библиотека. Сейчас мы находимся на главной площади города Риги, которая называется Радужная площадь. Прямо за мной, то есть вот там работает президент Латвии. Это здание называется Дом Черноголовых. Нет, как-то по-другому называется. Дом Черноголовых. Ну вот да. Слева от меня находится музей оккупации Риги. К сожалению, он сегодня почему-то не работает, поэтому мы туда не попали. Ну, я думаю, когда мы в следующий раз сюда приедем, мы обязательно туда попадем. Вот здесь вот находится Рижский политех. То есть мы передаем привет Минскому БНТУ и тем, кто там учится. Теперь переходим вот сюда. Значит, это, насколько мы понимаем, городская ратуша, в которой работает мэр города Риги. Городом основания Риги считается 1201, то есть я не знаю, что здесь было тогда. 500 лет. Ну, что-то, наверное, было. Ну и последнее, что мы здесь видим интересно, это церковь Святого Петра. Вообще туда можно подняться наверх, там есть замечательная смотровая площадка, вход туда 9 евро. Я пока не знаю, будем мы подниматься или нет, мы подумаем. Но думаю, вид оттуда должен быть неплохой. Подожди, я хочу шпилек зацепить еще. Шпилек надо обязательно зацепить. Шпилек. Шпилек-вилик. Так, так, фокус. Молодец. Фокус-фокус. Ну, я, кстати, забыл еще упомянуть про библиотеку, которая находится вот там. Ну, собственно, мы там уже сегодня были. Хорошо. Танцуй теперь. Со мной сейчас находится церковь Святого Петра, которая начала строиться еще в 13 веке. Это церковь старой Риги, очень узнаваемая своим оригинальным шпилем. За все время существования она очень много раз горела, расстраивалась, перестраивалась. И сейчас мы ее видим в таком состоянии, в котором она есть. Внутри есть лифт, на котором можно подняться наверх, и оттуда должен открываться достаточно неплохой вид на город Риги. Хочу обратить внимание на кучу мелких деталек, как любит говорить Макс. Часы, которые здесь присутствуют в оформлении церкви Святого Петра. Часы. Кстати говоря, идут неправильно. Здесь снималось много советских фильмов, и советские режиссеры говорили, что если нужно снимать за границу, то нужно обязательно ехать в Ригу. В частности, вот здесь снимался замечательный фильм многосерийный 17 на мгновение весны. А еще, что самое интересное, где-то здесь снимался Шерлок Холмс. И мы обязательно сейчас найдем это самое место. Шерлок Холмс Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова